Утро от первого, мы на месте. Тринанс за руководством, вручили эту сквозную поездку. Узов принят, уезжаем. За минувшие сутки в области произошло 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек погиб и 10 получили травмы. Вечером ДТП с человеческими жертвами произошло на улице Жебек-Жолы. Здесь столкнулись автомашины ВАЗ и БМВ пятой модели. С мессором белого года. А БМВ ехал оттуда прямо, да? Из Шинкента в сторону Кобицка. Но БМВ хорошая скорость. Между ними 10 метров 40 сантиметров дистанции. Мы ехали, и перед нами резко повернула белая машина. С ней БМВ истолкнулась, и Жигули вылетели на заправку. В результате этого происшествия 27-летний пассажир ВАЗа, житель Шинкента, скончался на месте происшествия. В результате происшествия один человек погиб. Мы сейчас составляем протокол. Машины будут доставлены на штрафную стоянку. Гололед стал причиной еще нескольких ДТП. Так, на бульваре Кунаева столкнулись Митсубиси и Опель Вектора. Со слов водителя Вектора, Митсубиси остановилась на красный свет. Из-за гололеда он не успел сразу затормозить и врезался в заднюю часть машины. Сейчас мы делаем необходимые замеры. В этой аварии никто не пострадал. Сейчас полицейские выясняют степень вины водителей, чья страховая компания возместит материальный ущерб. Еще одно ДТП произошло на углу улиц Анарова и Достык. Здесь столкнулись Мерседес-Бенц и пассажирский автобус. К счастью, никто из пассажиров автомашины и автобуса не пострадал. Я ехал по улице Анарова на небольшой скорости и вдруг сзади почувствовал удар. Но из пассажиров никто не пострадал, все нормально. Я подъезжал к конечной остановке, в автобусе было всего 3-4 человека. Прибывшие на место ДТП полицейские составили административный протокол и доставили Мерседес на штрафную стоянку. В Центр оперативного управления поступил сигнал о помощи от одной из жительниц города. На место вызова был отправлен ближайший экипаж дорожно-патрульной службы. Нам, 725-му экипажа, с пульта от СОУ, примерно в 17.30 поступило сообщение о том, что зарегистрирован факт изнасилования. Мы прибыли по месту вызова, где потерпевшая девушка нам сообщила, что 24 января подверглась насилию со стороны знакомых. Мы задержали подозреваемых и доставили их в Абайский отдел полиции. Происшествие произошло 24 января. Тогда этот молодой человек с другом и две знакомые девушки сняли квартиру, где вместе хотели провести время. Мы сняли в четвером квартиру, поужинали, выпили, сидели где-то около часа. Мой друг уединился с одной из девушек, но они просто сидели. Я ушел за сигаретами, а потом вернулся. А сегодня мой друг позвонил, говорит, что та девушка, с которой он был, ждет нас вместе с сестрой, и предложил поехать к ним. Я согласился, но там нас ждали полицейские. Сейчас полицейские Абайского РОВД разбираются в подробностях этого происшествия.